Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Елена и наши гороскопы на месяц Водолея добрались до любовного гороскопа. Когда через призму и судьбу взгляда Водолея на личные отношения, мы посмотрим на свою судьбу в этот месяц совсем другими глазами. Почему? Потому что когда заходит очередной месяц к нам в гости и считает себя главным, он заставляет нас действовать или навязывать нам мысли, свойственные именно ему. Мы можем быть по гороскопу каким угодно знаком, но в некотором смысле каждый из нас невольно становится похожим на хозяина месяца, который в очередной раз имеет возможность влиять на нашу судьбу. Поэтому не все здесь будет про Водолея, а про нас в том числе. Так что о любви мы поговорим. Но прежде чем я перейду к этой животрепещущей теме, мы вынуждены обратить ваше внимание на реквизиты, которые находятся под видео. Я по-прежнему со всем пылом своей души и, не знаю уже, как некоторые говорят, бессовестностью, но в моем случае совесть уже не имеет никакого значения, потому что в войну выживать исключительно сложно. Реквизиты, которые находятся под видео, имеют не все мою фамилию. Но не переживайте, пожалуйста, это доверенные лица, которые просто помогают мне получать помощь от вас. Поэтому фамилия не моя, а деньги стекаются ко мне. Альфа-банк это российский банк, чтобы вы не волновались, потому что вопросы звучат. Теперь по поводу подписки. Я вас очень прошу, дорогие мои друзья, нажимать не только на колокольчик, но после этого на позицию «Все». Если вы не нажмете на позицию «Все», уведомления о том, что выходят новые видео, к вам приходить не будут. Такова законная система. Там же под видео находится ссылка на гадание МО и на Сонник. Если вы не используете VPN, хотя мне бы, конечно, было выгодно, дорогие мои, в основном российские зрители, если бы вы смотрели меня через VPN, потому что тогда бы засчитывались просмотры. Так, собственно говоря, без VPN это просто получается благотворительность, которая в данном случае мне не приносит никакого заработка. Но я не о заработках, не только ж на деньги мерить, но когда ты в сжатых обстоятельствах, тебе каждая копейка на счету. Но поскольку регистрация сайта, где размещено гадание МО и как бы Сонник украинская без VPN, вам, возможно, все равно не откроется. Так что вот такие вот моменты. Для скрашивания досуга напомню, что на канале более 2000 видео. Они для удобства собираются в отдельные плейлисты. На главный маэстро-мажор эти папки есть. Занимательная астрология. Масса интересно-забавных моментов, которые я рассказываю. Уроки астрологии для начинающих. О любви, о дружбе, о чем там только не складывается материал. Совместимость в любви, более 200 видео на эту тему. Только заходи и смотри. Кулинария, сад, огород. Везде я, впереди планеты всей на белом коне. Ну, а где же мне быть, как это моя жизнь, которой я с вами делюсь. Там же и кулинария. Поэтому хочется, чтобы мы с вами все время были рядом. Для приятного досуга я могу вас развлекать целыми неделями. Ну, а теперь непосредственно к любовному гороскопу, ради которого мы собрались. В любви водолея раскрывается достаточно сложное. Их любовная чувственность и их воображение сливаются как бы в едином порыве. И есть подозрение, что в некотором смысле они слишком идеализируют само явление любви, а также предмет обожания, который всенепременно у них, конечно, находится. И вообще сказать, что у них какой-то однообразный и, можно сказать, общепринятый взгляд на эти вещи, это значит ничего не знать о водолее. У него все с подвывертом, а уж в любовной сфере так тем более. Учитывая, что все, чего они касаются, в некоторой степени превращается в какую-то фантазийную, феерическую историю, еще раз напомню, влюбившись в кого-либо, водолея умудряется идеализировать своего партнера, обликая его в те обертки, в которых он никогда не лежал, и наделяя теми качествами, которые, возможно, совершенно рядом не стояли с этим партнером. Но ему кажется, что они нашли идеал, и то, что они подразумевают под идеалом, они пытаются наложить на персону живого человека, который находится рядом с ним. Но если ты не в ту одежку одел объект своих воздыханий, находясь с ним на протяжении длительного времени, ты невольно начинаешь понимать, что а где же тут идеал? Ты вот тут накропал, что этот человек идеальный, а на самом-то деле и того нету, и сего нету, а где оказалось, что оно должно быть? Поэтому потихонечку приходит разочарование, охлаждение, недопонимание. И то, что было страстью и необыкновенным феорическим явлением, начинает сугубо попахивать дружбой. Но странно, ведь мужчина и женщина встречаются не для того, чтобы дружить, для этого есть другие обстоятельства, другие люди и прочее. А получается так. Любили-любили, рвали на себя тельняшки, люблю-люблю, не могу, а скатились до обыкновенной банальной дружбы. Вроде и комфортно рядом, но к страсти и физиологической привязанности это уже не имеет никакого отношения. Поболтать нам приятно, остального нам не надо. Вот и весь исход подобных отношений. Да и вообще вот эти любовные амуры, шурамуры, водолеи в некотором смысле ставят тупик. Не то, что они недопонимают физиологической части или в ней не нуждаются. Нет, это все понятно. Но мы же умудряемся любовь связать с обременительными узами принадлежания друг к другу. И здесь с водолеем происходят те вещи, которые и должны происходить, если появились рамки ограничения. Стоп! А кто сказал, что я тебе должен принадлежать, потому что ты мне нравишься и так далее. И здесь начинается бунт на корабле, всевозможные отстранения, охлаждения, отодвигания. Я тебе ничего не должен, как и ты не должен мне. И сейчас и тот партнер, который подозревая свободолюбивость водолея, им, конечно же, владеет. Но делает это филигранно и без дополнительных геранических признаков, чтобы водолей не заподозрил того, что он лишен каких-то свобод. Ты хочешь повстречаться с друзьями? Пожалуйста, иди. Ты хочешь поговорить? Да, пожалуйста, это. То, пожалуйста, все, пожалуйста. Вроде живем в браке, а особых привычек никто не поломал, ничего не изменил и прочее. Водолей счастлив. Счастлив ли его партнер с его пониманием классическим о том, как должно выглядеть, что двое должны смотреть друг на друга, а ничем больше не интересоваться, ни своего досуга, ни любви, только совместно. Но подобная модель отношений отвращает водолея полностью от семейных уз, поэтому ему всегда нужно оставлять не короткий, а длинный поводок. Он, конечно, есть, но только облекать его в мягкую оболочку, в бархатный ошвенечек, чтобы водолей, отстраняясь на свои индивидуальные прогулки или те, что себя свободами, которые считают, у него есть, не заметил, что он все-таки как ни крути, а на поводочке-то присутствует. Но как только, если тут действовать опорно и навязывать, я сказал, у семейных парней должно быть никаких других взаимоотношений, только мы вместе, если ты куда-то идешь, я тоже должен идти и так далее. В общем, к концу этого разговора выяснится, что вам водолей ничего не должен. Причем, чем больше вы будете напирать, тем упорнее он будет отстаивать, что никаких долгов он не приемлет и должным вам не будет никогда. Видимо, именно поэтому мужчины-водолеи особенно не любят носить обручальное кольцо. Обручальное кольцо, для которых немногих украшений или которые носят, и даже не обращают на него внимания, является вечным укором и указанием на его несвободу, на некую окольцованность, которая его, дикую и свободную особь, сделана просто тушкой обыкновенной, которую окольцевали, пригвоздили, на которую имеют права, которые активно качают. В общем, тут о свободах и речи нет с этим чертовым кольцом на пальце. Поэтому, под любыми предлогами и прочим, колечко остается дома. И вот эта пресловутая свобода, вот это вот ношение, черт знает с чем, вплоть до того, что не одену кольцо, потому что оно мне напоминает не свободе, делает водолея большим поставщиком развода. Больше, чем разводится водолея, не разводится никто из знаков зодиака. Вот вам и результат кипучей деятельности водолея. Но, скорее всего, разведутся водолеи с теми женщинами, которые их пытаются держать в ежовых рукавицах, и удушающие лишают любого намека на свободу. У более умных женщин водолей всегда при них. Но заставить в любом случае водолея предпочесть компания тихое сидение дома и виляние хвостиком, как у Бубика, это, конечно, задача нереальная, почти что неосуществимая. Так что вот такой у нас Юркий Водолей со своими свободами и прочими пакостями. И можно сказать, что от семейной жизни он устает. Не то, что ему партнер слишком навяз на зубах, хотя и такое может быть, но рутина, слишком спокойное течение жизни, которое в других знаков зодиака, наоборот, привязывает к браку, потому что они обретают покой, тихую гавань, в которой можно отлежаться. Водолея отлежаться нечего. Он не устал абсолютно. Ему чем больше движет, тем лучше. А вот эти вот, понимаете ли, скучные глядения в глазки друг друга, наслаждения одним и тем же лицом, которое уже скучно надоело, это все никуда не годится. Поэтому нужно срочно собраться и бегом к прерии, там на свежий воздух, где хорошо, где спокойно, где можно выпасаться. Он не будет вам изменять. Ему просто нужны явления свободы. Друзья, товарищи, поболтать, побродить где-то. Это бродяга в некотором смысле своего рода от, правда, рутинной обыкновенной жизни. Но женам часто трудно это принять, понять. Только у самых гибких и самых вдумчивых женщин водолеи остаются в полном видении на всю жизнь. Просто там создается эффект, ощущение, что ты как бы имеешь право на свои поступки, у тебя есть свой досуг, ты встречаешься с друзьями, ты где-то шаландаешься мне дома, а когда ты возвращаешься домой, тебе никто козни египетские не строит и настроение не портит. Вот это как раз духи водолея. Правда, я же говорю, это надо иметь очень волевой характер и очень гибкую натуру, чтобы такой водолею предоставить. Не сойти с ума от собственного одиночества и не внушить себе мысль, что ты не нужен, остаться без комплекса брошенки. И при этом при всем делать вид, что в Багдаде все спокойно. Кстати, что интересно, по поводу приручения водолея, могу сказать, что мужчину водолея приручить гораздо легче получается, чем женщину водолея. Она гораздо упорнее в своих отстаиваниях, в свободе, в своем взгляде на любовь, чем мужчины. Те сдаются пораньше. Поэтому вот такая вот у нас есть ситуация. Водолея не рождается сексуальным пониманием, как, что и как должно быть в любовной сфере и в интимных отношениях в том числе. Он это собирает на протяжении всей своей жизни. Там почитал, там посмотрел, там в кино заглянул, там еще что-то приключилось. В общем, насобирал всевозможные информации про любовь, значит, любовь выглядит так, потому что в умной книжке об этом написано, или в том фильме я об этом видел, значит, любовь выглядит так. Решает водолей, и, в общем-то, с этим багажом врывается в свою интимную и сексуальную жизнь, пытаясь что-то такое же наладить в собственных отношениях. Частенько любит потрындеть о сексуальных подвигах и что такое, как там у других происходит со своими друзьями, где тоже черпает массу информации из первых уст, как выглядят любовные этюды, переживания и прочие истории, которые их достаточно увлекают. Вообще, по сбору информации в одолеи передипланетности, и в данном случае их интересует любая сфера жизни, особенно та, которая для них является тайной за семью печатями. Как-то нет единения внутреннего понимания, как надо себя вести. Поэтому то там щипнули, то там посмотрели, то там муха растопырили, то там на ушном что-то приняли к сведению. Значит, надо делать вот так. И давай себе такое городить. Но если уже взять на гора, ничуть не умаляй, достанется нашего водолея, тем не менее, их высокий градус сексуальности высоким, по сути дела, не является. Они достаточно прохладные в смысле проявления чувств. Конечно, не без того, если разгорелось ретевое, и хочется любовных утих, они все непременно их организуют, и любят поэкзотичнее, поинтереснее, не по-разнообразнее, почему нет. Это возбуждает вот эта новизна и прочее. Но при этом, при всем, это знак неизменщик особо-то. Конечно, подтолкнуть и водолея можно к изменам, особенно если у него не очень ладится в семейной жизни, его что-то не устраивает. А тут завелось некая красивая Монпансье, да еще оригинальный человек, с таким вот креатинным, то, конечно, водолей может сорваться, хотя, напоминаю, суперизменщиками не является. Так что многие женщины, которые считают, что выход водолея к друзьям это обязательно по бабам, глубоко ошибаются. То, что называется по бабам, зачастую водолею просто нафиг не нужно. Его гораздо больше интересует просто общение, да и семейные дела, и то, что семья у него есть, ему этого вполне достаточно. Он не суперходок по чужим постелям, поэтому, как говорится, если мне этого не надо, то чего меня в этом обвинять. Вообще могу сказать, что это идеальный партнер для женщины достаточно холодным, святлым темпераментом, в основном озабоченным домашним уютом, более чем сексуальными своими подвигами. Для таких женщин это просто рай на земле, у всех все уравновешенное и прочее. Гораздо сложнее этому знаку прижиться с женщинами темпераментными, горячими. Здесь водолей может показаться исключительно проигрывающим, хотя будет тянуться к этой планке, но для него это будет слишком обременительно. Слишком часто, слишком шумно, слишком все, зачем оно в таком количестве и прочее. Несупадение темпераментов явно может стать причиной разногласий в этой семье. Женщина-водолей также, по сути дела, как и мужчина, на супер-эротической ноте каких-то там заумных фантазий, а сегодня мы будем этим заниматься на потолке, совершенно себя не озабочивает по той простой причине, что ей это не нужно. Та размеренность и порядок, с которым она привыкла вести свое хозяйство, в общем-то, все так как бы продумано, не спеша и со вкусом, то же самое переносится и в спальню. И вполне устраивает традиционные методы забав, без всяких там чудес и прочих, в общем-то, йоговских позиций, которые ей совершенно в данном смысле не нужны. Зачем усложнять то, что как бы выглядит просто. Ты моя женщина, я твой мужчина, если нужно причину, то это причина. Все, и хватит. Тут эти этюды, эти непонятности не нужны, считает женщина-водолей. Поэтому ей тоже подходит мужчина с умеренными эротическими запросами, которому тоже нужно найти подругу жизни, и они здесь находятся в полном тандеме. Для нее вообще два разных понятия. Просто эротический голод, когда ты бесконечно ожелаешь именно интимных утех, и само понимание веселья, общения, радости. Вот она нуждается приятным разговорем, поговорить, пообщаться, посмеяться, повеселиться. А сама сексуальная история, так сказать, процесса физиологического, это дополнение. Оно может быть, а может и не быть. Это не стоит во главу угла. Мы собрались заняться сексом, поэтому секс у нас во главе угла. А мы собрались поговорить о сексе, пообщаться, насладиться друг с другом. А потом уже секс, если ты еще не уснул и не устал. А устал и уснул, так и ничего страшного. Я не утрирую факты, я хочу, чтобы вы понимали, в чем разница. Многие же обвиняют в водоле, холодные, неспособные, в постели того, сего, пятое, десятое. Они во всем способны. Просто у них нет потребности проявлять свои способности прыгать козлом там, где можно все делать спокойно, четко, с расстановкой. Они же не отказываются этим заниматься. Более того, очень уважают этот процесс. Но зачем же так его делать экзотическим? У нас же, понимаете, не дюселей, чтобы, собственно говоря, цирк устраивать здесь какие-то козни и усложнять процесс, который, в принципе, прост, приятен, и не надо его делать глубже, чем оно на то требуется. И это не холодность. Да просто такой взгляд на вещи. Так что люди умеренного темперамента это часто именно так и смотрят на эти вопросы. А те, которые очень горячие, но они такие есть по натуре, им, вероятно, надо искать соответственного партнера. Тогда у них не будет никаких разногласий. И, кстати, эти женщины, водолеи очень любят флирт, часто иногда ведут себя провокационно, особенно под горячительными напитками, большой компанией, слишком веселые, слишком, в общем-то, дают как будто многообещающие посылы непонятным проходимцам, которые трусятся рядом, и вроде бы она такая вся доступная. На самом деле это просто игра. Им нравится флирт, веселье, вот этот градус, как бы востребованности, но на этом вся игра и заканчивается. Они будут по-прежнему верны и никоим образом не нарушат верности своему супругу, потому что не видят причин выизмения, не нуждаются в них. И мужья выходят из себя, их активно ревнуют, думая, что они просто подыскают в себе очередного партнера для своих игрищ, а они просто тешат свою нервную систему. Но объяснить это людям бывает достаточно сложно, особенно ревнивым мужьям, которые без повода-то ревнуют. Ну, а насчет повода, в иной раз женщина-водолей может дать повод к ревности, но она просто тешит свою свободолюбивую натуру. Ей хочется знать, что она красива, приятна, что она востребована. Ей это нужно, как воздух, как бензин для автомобиля, чего бы это, как бы грубо это ни звучало. Ну, и все. И как только она это получает, ее интерес к предположенному полу особо как бы дальше этого не идет. А мужья выходят из себя, рвут тельняшку, лезут в драку, наживают себе неприятности, их потом называют женщин-водолеев провокаторшами, которые их к этому подтолкнули. Ну, в чем-то я с ними, конечно, согласна по существу вопроса, но суть этого мероприятия мы уже обсудили, ради чего это все делалось. И вот мы с вами тут говорили, говорили, городили, так кто же кому подходит? Считается, что знаку водолей подходят как партнеры и друзья, близнецы, весы, стрельцы, овны, раки и девы. Это, так сказать, теория. Но ряд бы знаков по типу овна и стрельца я бы отсюда из этого списка убрала. Если у вас есть опыт общения с этими знаками, дорогие водолеи, и вам хочется об этом заявить слух, напишите, пожалуйста, в комментарии, как вы совпадаете по темпераменту со знаками огня. Мне, скажем, это удивительно. Понятное дело, что вы в воздух, и вы легче как бы с огнем находите язык, но тут разница в темпераментах грандиозная. Как вы не получаете трение со стрельцом и овном, мне очень любопытно. И все же в вопросах любви водолея стоит особняком. Он настолько особый, что просто оди удаешься. Ну вот мы говорили за женщину водолея. Что ее может смутить? Какие у нее есть критерии? Какие там планки по отношению к мужчинам? Вот фактически женщина-водолей пользуются чувствами. Вот если она воспылала чувством к мужчине, ее не интересует ни национальность, ни вероисповедание, ни профессия, ни разница в возрасте, да хоть миллион лет старше или миллион лет моложе, ее это не волнует. Ее волнует сам факт привязанности к человеку. Что там будет говорить общественным молвам? Будет обсуждать мезальянс это или там, например, это непонятно какие отношения, ей плевать. Главное, чтобы было взаимопонимание между нею и выбранным партнером. А все остальное, да хоть языки постирайте, хоть косяки дверные обгрызите, обгладывая мои очередные косточки и пытаясь меня унизить или поставить на место, что хочу, то и делаю, имею право заявлять женщину-водолей. На этом все, как говорится, дебаты закончены. В этом весь водолей, в этом с рамками, положено, не положено, вам не положено, можете этим не заниматься. А мне, ой, как положено, размышляет женщина-водолей, наслаждается тем, что ей Бог послал в виде партнера. Пока есть чувство, пока есть любовь, пока есть привязанность, женщина-водолей восхищается своим мужчинам и абсолютно спокойно к общественному мнению, которое, возможно, ее осуждает. Ей до этого никакого дела нет. Если ее мужчина разочаровывает, почему бывает и такое, женщина-водолей потихонечку к нему охладевает, охладевает, пока его все, собственно, говоря, не разочаровывается в нем окончательно. Однако, если вдруг мужчина, еще пока их отношения не порваны окончательно, вдруг титанически пытается исправить ситуацию и вымолит прощение, пытается склеить как можно только отношения, удивительным образом не просто равнодушно наблюдать за потоками этого мужчины, который хочет выглядеть лучше, чем он есть на самом деле, а начинает ему активно помогать, исправляться, активно участвовав в этом, считая, что дело ее честь помочь мужчине, который хочет исправить ситуацию, стать лучше и приятнее во всех отношениях. То есть, они неординарны и своеобразны даже в этих вопросах. Ее окончательное резюме по поводу мужчины, который, собственно говоря, делает попытки себя исправить, заканчивается либо вознесением этого мужчины на пьедестал, с которого он свалился по разным причинам, когда у них были трения, либо полным охлаждением и разочарованием, тогда это финал, если он просто не справился с задачей. Но даже практически спорченные взаимоотношения всегда оставляют шанс в глазах женщины-водолея постараться их исправить, а вдруг они станут лучше, чем есть. Поэтому там можно наблюдать волнообразные истории, которые практически приходят полному фиаско, а потом качели по поводу исправления ситуации вновь радужные самоотношения, а у нас всегда есть досужие соседей, которым всегда есть дело до того, что происходит в других домах. И это просто опять захлеб, они обсуждают. Вчера морды друг к другу побивали, хамили, дерзили, а сегодня ходят в обнимочку, прямо опять целуются. Как это у них получается? Да какое дело ваше, как это у них получается? У женщины водолея так и получается. Если мужчина проявляет интерес и пытается склеить разбитую чашку, она препятствовать не будет, а даже наоборот будет подливать клей со своей стороны, чтобы эта чашка выглядела почти прилично. Такова ее сущность. Эти женщины любят жить как бы просто со вкусом, они не накопительницы, они не делают никаких закромов, не чахнут над сундуками своего золота, поэтому многих считают, что они не меркантильны, в некотором смысле так оно и есть, хотя смысл денег они конечно понимают, понимают, что деньги особенно в должном количестве это хороший способ, не самоцель, а способ поддержать те свободы, которые водолей так стремятся, ведь большое количество денег открывает большие возможности отстаивать собственную свободу, занимать особое место, поэтому как средство к свободе деньги очень даже желательные, как самоцель никакого интереса в деньгах нет, сидеть просто разглядывать купюру, поцеловывать ее и говорить о моя возлюбленная водолей не будет. Так что дай Бог каждому водолею счастья, но вот с телецами и скорпионами у водолея счастья не складывается практически никогда. Так что на всякий случай дорогие мои от этих знаков держитесь подальше, но если у вас есть приятный опыт общения с этими знаками и тем более прекрасные любовные отношения, очень прошу в комментариях это изложить. На чем вы соединились и какие черты характера вам позволили почувствовать единение душ. Лично я там ни одного такого момента не вижу. Если вам удалось, а в жизни как на долгой ниве. В теории не получается, а жизнь куда более многогранна. Ну вот такие они женщины и мужчины в любви под властью Урана. Они другими не могут быть совершенно. Они парадоксальны изначально как парадоксально сама планета. Они стремятся к независимости и носятся с ней как вписанные торбы. Они непредсказуемы в своих поступках и при этом при всем любя флирт необыкновенно верны, поскольку эротический градус не является самым зашкаливающим из всех знаков зодиака для того, чтобы ради секса разрушить что-то важное и нужное для себя. Секс это хорошо, но ровно настолько, насколько это необходимо, а не самоцель и не предмет погони за этим, и не накапливание, и не коллекция тушек потерпевших, которые зашли в список очередной жертвы, которую удалось соблазнить. Нет, это все неинтересно, скучно, вяло, глупо с точки зрения водолея. Куда интереснее иметь много друзей, много увлечений, и к этому тоже способствует Туран, который делает эту женщину привязанной к чему угодно, только не к домашнему быту, бесконечным коляскам, сопливым ползункам и прочему, прочему, прочему. Всему этому будет отдаваться должное, потому что это надо, но испытывать удовольствие от того, что я такая вся хозяйка, хлопотушка, вся такая прямо курочка, которая получает удовольствие и кайфует от количества цыплят, которые вокруг нее прыгают и прочее. И это весь мир и больше ничего не надо, это не мир в глазах женщины водолея. Она должна развиваться в социуме, быть красивой, привлекательной, публичной, вести свои блоги, заявлять о себе миру, какие там ползунки, какие там манной каши. Да, это и мартышку можно научить варить манную кашу, но это ж не значит, что надо сидеть и кайфовать, что тебе в очередной раз эту кашу надо варить. Никакого удовольствия. Ей нужно гораздо больше, чем маленькое домашнее счастье, от которого многие приходят в восторг. Поэтому она принадлежит всем и никому одновременно. И в этом всем находится вся суть и весь парадокс этой женщины, рожденной под знаком Урана, которая, собственно говоря, не может принадлежать конкретному лицу, поскольку ее взгляды на свободу гораздо шире, чем рабская привязанность к супругу и желание угождать ему и носить тапочки в зубах, а также вечернюю газету, чтобы он не забыл ее почитать. Мало чего водолей и мужчина и женщина будут делать для денег ради денег, просто они не любят как бы жить в долг и занимать деньги у окружающих это их в общем-то несколько унижает. Так что в данном случае как бы деньги желательны для поддержания свобод, но отнюдь напоминаю не самоцель. Ну и обвинять в том, что водолеи совершенно беспомощны в домашнем хозяйстве их тоже не стоит. Из них получается достаточно заботливая, хотя и холодноватая в некотором смысле матери, не забывающая о самих себе, даже среди домашних хлопот. Но это сугубо такой взгляд водолея на вещи. Растворяться в домашнем хозяйстве и делать вид, что это все, чего нужно и в жизни, это было бы неправильно, чего она собственно говоря и не делает. Так что брак для них не самоцель и для мужчин и женщин в том числе. Они очень устают от брачных уз, особенно если они выглядят исключительно рутинно, однообразно, где все похоже друг на друга, как дни близнеца и кажется, что ты проживаешь один день сурка, который никогда для тебя не заканчивается. чем меньше рутины в любви, тем более счастливы в водолее, особенно если у них есть свои свободы, которые добавляют к их взгляду на любовь дополнительные краски, вот, и больше привязывают к партнеру, чем удушающая хватка любви, когда у тебя нету ни одного шага и вздоха, чтобы его не проконтролировали. В таких отношениях водолей скисают достаточно быстро и глубоко начинают ненавидеть семейные отношения, которые для них становятся обузы. Ну что ж, водолей поговорили, а нас это каким образом касается, скажите вы, а касается нас напрямую. Все то, чем озабочен водолей, невольным образом будет касаться и нас. Как оно у нас отыграется, вопрос отдельный. Но то, что нам в месяц водолея будет совершенно не хватать этого хлопотания по дому и бесконечного хлопания крыльев, какие мы курочки хлопотушки, это уж точно. Захочется свободы, радости, удовольствия. Но, впрочем, повторяться не буду. Все, я жала на поверхности. А с вами была Елена. И помните, пожалуйста, что следующий заключительный цикл по поводу водолея будет касаться здоровья и вашего в том числе, коль вам приходится жить в месяц водолея. Ну, а теперь уж точно. С вами была Елена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok